Непосредственно у отца вашего, Проскурина, одна лошадь, одна молотилка, одна молотняк и одна корова. Все верно? Такого Липецкий суд еще не видел. Василий Проскурин ведет спор с государством за хозяйство, которое советская власть отняла у его отца в 30-е годы. Петряная мельница, два крепких дома, скот. Чтобы выиграть у системы, пенсионер несколько лет собирал архивы НКВД. Из документов архивного фонда управления Федеральной службы безопасности политической области, а также архива администрации Липецкой области, следует, что Проскурин Дмитрий Михайлович, отец заявителя, согласно социальному положению этой революции, являлся сыном Кулака. А после этой революции Кулаком имел Кулакское хозяйство, которое было расплачено в 1930 году. В 30-е годы семью Проскуриных раскулачили. Мельницу практически сразу же сломали. Не знали, как обслуживать. От хозяйства не оставили камни на камне. Его и сейчас не сыщешь. Видимо, мало было отнять имущество, говорит пенсионер. В 1937 году его отца расстреляли. Мать, собственно говоря, нас за шкирку брала. Смотрите, не ходите никуда, ни с кем не разговаривайте. Если кто-то что-то спрашивает, не знаю, повёртывайся, иди домой. И мне сообщи об этом. То есть она настолько боялась, что если я проболтаюсь, значит и меня туда тоже возьмут. Вот такое было настроение. Жуткое, как она говорила раньше нам. Боязливое. Ото всех надо сторониться. В 1931 году Василий боролся за реабилитацию несправедливо осуждённого отца. Победил. И вот теперь хочет взять с государства деньги за страдания семьи и за законное наследство. Василий требует выплаты из казны 7 миллионов рублей, чтобы вместе с дочерью достроить дом. Цены на землю выросли. Поэтому я решил хоть что-то, но получить. А когда начал считать, то тут не что-то, а здесь целое состояние. Закон о реабилитации позволяет жертвам политических репрессий требовать у государства компенсации. Но бороться за свои права с системой эти люди решаются редко. Не только в Липецке. Во всей стране, подтверждают в прокуратуре. На моей практике я не встречался. Я вот даже, когда готовился к своему заседанию, изучал практику судебную. Очень мало решений подобных по вопросу реабилитации. Ну, буквально там единичные. Может быть, раз в год такие дела рассматриваются в судах. На этот раз суд счёл, что в папке мало доказательств для рассмотрения дела. И отправил дополнительные запросы в архивы, чтобы удостовериться. Кулак Дмитрия Проскурин, отец Василия, действительно реабилитирован. Что истца удивило и расстроило. Я чувствую отвращение. Вот в чём дело. Отвращение от того, как относятся вот такие в погонах люди к нам. Василий Проскурин надеется, что с решением суд не затянет. На долгое разбирательство у 85-летнего пенсионера уже нет ни сил, ни времени. Екатерина Пономарёва. Настоящего времени. Субтитры подогнал «Симон»